Я слышал, что, мол, говорят, что народные средства не работают. На это я отвечу всем притчам о двух лягушках. Две лягушки попали в горшок с молоком. Одна сразу подумала, ну что, я, мол, не выберусь, какие тут стенки, какой высокий, мол, горшок. Я не выпрыгнула и погибла. А другая начала барахтаться, сбила молоко, получилось масло, она на него оперлась и выпрыгнула. То есть, спаслась. Так вот, если ничего не делать, то ничего и не получится. Можно использовать самые разнообразные средства. Я, например, использую тмин. Вот такой сыренький тмин. Великолепно помогает, я очень им, очень доволен. Можно использовать укроп. То есть, нет тмина, укропа. Отличное средство гвоздика. Вот, не стало, мол, имбиря. Что делать? Он там подорожал. Можно использовать гвоздику. Буквально-таки пол палочки гвоздики. Разжевали и прекрасно. Она действует еще лучше, нежели имбирь. В связи с тем, что у нас карантин продлевается, я лично решил использовать это время для того, чтобы капитально очистить свой организм. Простое средство, если знать, как оно действует. Через наши слюнные железы проходит кровь, когда она вырабатывает слюну. И вырабатывая слюну, кровь очищается при этом. То есть, используя вот такую методику полоскания рта маслом, вы можете очищать свой организм. Процедура эта делается раз в течение дня, отречком. И делается она просто. Вы берете масло, любое масло. У меня масло подсолнечное. Значит, я беру подсолнечное масло, чайную ложечку или столовую ложечку. Беру в рот и полоскаю им во рту примерно минут 10-15. В итоге это масло превращается в жидкость, похожую на молоко. Это говорит о том, что процесс окончен. Далее во рту надо пополоскать. Можно взять гвоздички немножечко. Пожевать. И все. По крайней мере, вы что-то сделали полезным для себя. Доброго вам здоровьяца. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.